нужно просто игра в которую будет интересно играть мне по крайней мере лично мне хотя бы контр-страйки например зомби мод полная шляпа там 100 серверов которым можно подключиться игр зомби мод это полная шляпа не зомби мод зомби игра то есть там в игре должен быть как удар страйки пехотинцы а еще и танк танк противника а зомби апокалипсис там даже должен быть нормальный там просто вот стреляешь в этого зомбака миллион сколько ну 10 тысяч пуль надо выпустить чтобы он умер это он потом возрождается зомбаков должно быть очень много и не должны быстро бежать толпучий ордой наваливаться там ордой можно было бы настолько интересно сделать а насчет онлайн-стратегии как там будет появляться новый игрок чтобы его сразу не уничтожили но появляешься выбираешь на какой планете солнечной системы там много-много планет рядом находится цепочка на планете где еще где не заселена там по умолчанию на на каждой планете зерги есть так называемые сектоиды можно из зергов сделать но они друг с другом воюют просто ты появляешься у тебя сейчас покажу вот окружен горами или обрывом или морем три несколько или несколько или один выходы строишь постепенно по какому-то из этих направлений окопы стреляешь там танк пехоту рак какой какой захочешь там не так что ты постоянно должен нажимать 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 чтобы пехотинцев делать или танки там просто нажимаешь и они делаются автоматически зависимости от того сколько ресурсов если хочешь чтобы ресурсов под накопить отменяешь делание вот этих танков отменяешь делание обучение вот этих пехотинцев или например у тебя людей маловато в пункте населенном мегаполисе центре базы ресурсы копится тратишь их на технологию еще на что-нибудь самолет с аэродрома автоматически сам взлетает и куда ты ему укажешь не как не как в команды конкур general zero hour он прилетает и кругами вот так вот просто это по нему по нему а его фигачит это его противника очень легко а он просто прилетает летит отстреливается с пулеметов или сбрасывает бомбу который по площади бьет и контузит в радиусе в том числе и членов экипажа танка или артиллерии которых специальные специальная техника прицепляют и отвозят на починку и улетает или или если он а по нему стреляют там не так что стрельнули попали а по нему стреляют промахиваются стреляют какой-то из пули какая-то из выстрелов попадает и так во всем танк стреляет промахивается стреляет попадает также и пехота пулеметы может бункеры построить там здесь здесь бетонные долговременные сооружения может сделать огнеметчиков может сделать чтобы город центральная захватывать но который база там городские бои твои войска заходят город и зависимости от того какие какой какой вид войск и в каком количестве у противника захватываем городе зависит сколько танков будет у тебя уничтожено или или пехоты артиллерия фигачит твоя по этому городу а если у игрока осталась артиллерия он завозит и она в городе между домами прячется из-за домов фигачит по твоей артиллерии я не знаю почему почему такого нету ну я вот так хочу чтобы было и конечно дальнейшее там эти развитие это роботы разные которые подбегают подрываются и в том числе подземные подземные так называемые танки которые выстреливают бурящий землю торпедой этих зергов можно столько сделать видов сколько нету сколько за все эти 20 лет не сделали разработчики игры starcraft instagram 2 а протасы они просто не не уместны потому что они их основы у них нету основы природные основы зергов у них основы это природа биолог биологическая природа насекомые там это все коконы людей это технологии за основу взят а протасы это просто какая-то волшебники какие-то магическая шляпа какая-то они вообще не не имеют под собой фундамента я так считаю мир танков туда заходить неинтересно вот я бы сделал так что выстреливаешь и пробиваешь броню там не полностью уничтожается танк с одного выстрела но наносится урон четверть урона половина урона смотри куда попадешь там просто стреляешь и нет нет пробития как будто броня какая-то бессмертная и еще там такая тема что те кто шкерится за за выступом за камнем те побеждают кто просто шкерится сидит и выжидает а тот кто выезжает из-за угла из-за камня строение более смелый кто хочет играть тот и проигрывает по нему сразу и птс там там даже игроки офигевают там в бою 5 птс ау противотанковые сау пушки которые издалека стреляют и еще и незаметно и 5 или 4 танка то есть игра не танков не мир танков а мир птс ау и еще я ну то есть еще проблем еще мне не нравится то что да и никому не нравится что в птс ау танк или вражеская птс ау стреляет попадает и отнимает половину жизни и четверть жизни или даже часто бывает не пробита броня не невозможно пробить броню или рикошет ну что это птс а у нее защита только от пулемет максимум пулеметной очереди или винтовок я бы сделал так что один раз выстрел все просто вот реально не интересно в эти танки заходить больше нужно сделать нормальную игру те же тигры тигр 1 стоит очень дорого эти его снаряды починка стоит очень дорого еще и прошивается как картон какой-то он просто из картона сделан хотя на самом деле это не так и урон базовый у него очень маленький хотя пушка у него очень длинные составная такая там очень много минусов которые они никогда не пофиксят что прям есть такие минусы за которых просто стрёмно играть ну а counter strike него быстро надоедает играть надоедает по банальной причине вот если танк сделать то будет гораздо интереснее если сделать нормальный зомби мод где орда зомби просто штурмует горы их целые горы там это было бы совсем другое дело просто эти игры уже исчерпали давным-давно себя просто это боль ты выезжаешь на позицию противник выезжают стреляешь ему по башне в лоб никакого пробития стреляешь стреляешь никакого пробить ладно бы я понимаю промах это ладно я бы сделал так что зачастую там промахиваешься чтобы свестись я бы сделал так чтобы ты мог свестись например но для этого нужно длительное время например секунд двадцать достаточно долго долгое время чтобы свестись прям и точно попасть заданную точку без промаха вот в мире танков такого нет там круг сведения он всегда такой достаточно большой даже если ты бесконечно просто стоишь и сведем нужно сделать так что он постепенно постепенно уменьшается уменьшается до самой уже почти что точки и ты точно куда прицелился туда и попадет снаряд это бы я сделал ну еще конечно же огнетушитель когда возгорание происходит чтобы он тушил не за не за одну секунду а за 10 секунд чтобы танк успел погореть за это время и еще ремонт внутренних модулей и гусеницы не за одну секунду да там буквально просто нажимаешь на кнопку и все раз и отремонтирована и причем тратится на это всего лишь три тысячи на ремкомплект 33 тысячи серебра ну то есть это вообще ерунда полная должно быть дороже из по ресурса и дольше времени починка внутренних модулей этого лечение членов экипажа тоже время должно занимать контужен ранен нажимаешь на аптечку все сразу все вылечились мгновенно но это шляпа полная потом можно сделать чтобы отдельный игрок вот один один игрок управляет танком а другой управляет его пулеметной пушкой то есть наверху за такими за таким листом окруженный защитным листом он стреляет из пулемета сверху ну и может спрятаться там люк открытый вниз спрятаться если например по нему по по нему выстрелит танк противника или еще или к еще кто-нибудь там из пехоты много чего можно сделать просто реально знаешь танки тигры первый в игре мир танков просто ущербный просто банально ущербный танк ну и конечно же там проблема что там в упор если танк подъедет к тебе упор и ты в него выстрелишь в упор броня не пробита броня не пробита это все офигевают от этого я думаю я бы там сделал что чем дальше расстояние тем сложнее попасть просто но если попал то точно попал а если уж он близко подъехал ты не можешь не промахнуться не так как в мире танков ты даже если он рядом стоит стреляешь снаряд в землю падает это вот реальная ситуация а если он близко то ты не можешь не промахнуться не можешь его не пробить но только если ты конечно выстрелишь краешек танка то конечно там ничего особо не пробьешь но если сам танк то обязательно должно быть пробитие